Это программа День с Толком в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Впервые дома с начала спецоперации, как в Рубцовске, встречались своих участников боевых действий. Вода питьевая. Спасибо водоканалу города Новоалтайска. Жители Новоалтайска почему-то отказываются мыться в воде из-под крана и пить ее. 15 лет в одиночку высаживают деревья в Мизюлинской роще. Кто он? Герой Барнаульского микрорайона. День автомобилиста сменился днем жестянщика. Сегодня произошло сразу несколько ДТП. Есть пострадавшие. С какой погодой мы начали эту неделю, расскажем далее. Барнаульская трасса. Каша, снег. Где мокро, где лед, караул. Трасса Барнаул-Рубцовск, видимо, одной из первых, в крае оказалась под снегом. Водители делились эмоциями в соцсетях. Гололед, при этом метель, снежная каша. Утро понедельника. Это начало недели автомобилисты встретили неспокойно. В Романовском районе сообщают, из-за погодных условий около села Закладное перевернулся рейсовый автобус. В автобусе в это время находилось 9 человек. Двое из них пострадали, сообщают в краевой прокуратуре. Серьезное ДТП произошло в Троицком районе на Чуйском тракте по направлению Барнаул-Бийск. Подробности происшествия уточняются. А в краевой столице на третьем километре шоссе Ленточный Бор около моста на трассе Здоровье столкнулись два легковых авто и фура. Известно, что водитель Toyota Camry выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. Фуру же в результате ДТП развернуло на дороге. Госпитализация, к счастью, никому не потребовалась. Тем не менее, в Краевом ГИБДД нам рассказали, что движение в регионе стабильно, ДТП скорее точечны. А трассы из-за погоды не перекрыты. Гидрометцентр сообщает, что в ближайшие дни погода особо не изменится. Температура будет колебаться от минусовых до плюс десяти. На ближайшие три дня будет преимущественно без осадков погода. Также по отдельным районам Алтайского края пройдут небольшие дожди и умеренные осадки в виде мокрого снега. Автоинспекторы предупреждают водителей, что в переменчивую погоду на дорогах нужно быть очень внимательным и аккуратным за рулем. И по возможности переносить поездку. И еще одно напоминание. Сейчас уже точно пора переобуть свое авто. Юлия Щепина. День с толком. В Рубцовске встретили бойцов, многие из которых с самого начала спецоперации ни разу не были дома. Судя по кадрам, которые вы сейчас увидите, на эту встречу пришел чуть ли не весь город. Короче, потоком идут, идут, идут и не кончаются. В этот раз, конечно, обстановка совсем другая. В этот раз и салют, и оркестр, чуть ли не весь город пришел встречать своих мужей, отцов, детей, участников спецоперации. По словам очевидцев, это порядка 400 человек. Многие из них еще в феврале уехали на фронт и только сейчас впервые едут домой в долгожданный отпуск до декабря. Вот так Рубцовск встречает своих бойцов. В то же время в Рубцовске продолжают помогать тем, кто сейчас находится на фронте. Накануне из города отправили пять тепловизоров. В боевых условиях это в своем роде глаза. Тепловизоры помогают видеть людей в условиях плохой видимости и ночью. Деньги собирали всем миром. Сдача специальной военной операции требует наличия современного оборудования. Например, ночные прицелы, тепловизоры, квадрокоптеры и другое оборудование. Благодаря вашей отзывчивости и сплоченности у нас появился маникуляр с тепловизором, что существенно облегчило сдачу ночного наблюдения. Сегодня сбор помощи продолжается по всему региону. Волонтеры отправили на фронты в места обучения мобилизованных уже несколько машин. Также общественники встречаются с военнослужащими, чтобы формировать актуальный список необходимой помощи. Напомним, в Край сбором занимается несколько сообществ. Например, Добрая воля 22. Ее легко найти в телеграм-канале. Также в Барнауле открыты пункты сбора в каждом районе. Их адреса можно увидеть на городском сайте. Ирина Корчагина. День с толком. В Алтайском крае сменится куратор внутренней политики. По информации нашего источника, новым начальником департамента станет Николай Губерт. Он вступит в должность в первых числах ноября. Известно, что новому руководителю 44 года. Некоторое время он возглавлял ветеринарное управление в Завьяловском районе, а после дважды занимал пост главы муниципалитета. А вот прежний куратор внутренней политики Юрий Проскурин теперь станет помощником губернатора по спецпоручениям. Он в ноябре снова отправится в командировку в Луганскую республику, где находился последние четыре месяца. Завышенный тариф на воду уже давно норма для жителей Новоалтайска. Питьевая вода из крана бежит с характерными примесями железа и другими вредными веществами. Люди отказываются ею мыться и уж тем более пить покупают в магазине. При этом городской водоканал перерасчета не делает. Почему жители Новоалтайска вынуждены выбрасывать деньги на ветер, разбиралась Валентина Аскерова. Вода питьевая. Спасибо водоканалу города Новоалтайска. Уже год жители Новоалтайска не могут выпить стакан воды из-под крана. Слегка смущает цвет и запах, хотя коммунальные платежи оплачивают исправно. Причем платят горожане не за техническую воду, а за питьевую. Вот это можно на два дня. Полторы тысячи за пятилитровые бутылки с чистой водой и 500 рублей по счетчику. В совокупности две тысячи отдает житель Новоалтайска Марина Губер заводу ежемесячно. Вода от ресурсовиков непригодна ни для питья, ни для приготовления еды, рассказывает женщина. То есть муть, можно даже вот увидеть в стакане, муть примесь непонятного рода. С утра открываешь, вонь стоит сероводородом, вот как болото прям. Мыться, умываться, зубы чистить просто невозможно. От гремучих примесей электрочайники ржавеют и выходят из строя. За текущий год Марина сменила уже четыре. От сомнительного качества воды страдает не только техника. У одного ребенка даже вот соседка рассказала, не могли понять, на что аллергия, а он из-под крана воду пьет. И нашли, что вода, ну куда-то образцы воды увозили в Новосибирск. То есть как бы примеси. А аллергия в чем проявлялась? Ну, сыпь. Да, у ребенка сыпь, плюс говорит, что отдышка вот. Жители обращались в водоканал. Там ответили, что обработали фильтры. Но такой манипуляции хватило лишь на несколько дней. В УК Депстар нам пояснили, что качество воды не только в домах, на высоковольтной улице, но и во всем микрорайоне под названием «Стройка» оставляет желать лучшего. Железа много, превышает нормы. И при примеси нормы превышает. Ну, это даже, наверное, в масштабах города, наверное, честные какие-то ставить. Потому что трубы здесь, ну как бы у нас тут водопровод трубы, но новые они, а которые к нам идут, они из башни идут, которая уже там, не знаю, 30 лет здесь, на 30 лет уже башня существует. Новоалтайский водоканал пояснил нашему телеканалу и жителям новостроек микрорайона «Стройка», что вода соответствует нормам СанПИН. А между тем к проблеме уже подключилась администрация города. Специалисты отбирают пробы и тестируют воду на качество. Результаты позже озвучат и наши редакции. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. В самом крупном парке Барнаула, юбилейном, к сотне столбов подключили фонари. В парке завершился первый этап благоустройства. В этом году там отремонтировали входную арку, установили лавочки, урны, заасфальтировали центральную аллею. Следить за сохранностью всего этого будут 13 камер видеонаблюдения. Буквально пару дней назад произошел прецедентный случай, когда кто-то вытащил урну забетонированную. Ну, просто акт вандализма. И все бы это ничего, но это было за день до установки камер. Вовремя. Да, могли бы этого избежать теоретически. Потому что, помимо того, что камеры сейчас уже пишут и передают в полицию, также подготовлены таблички, на которых будет написано, что в парке ведется видеонаблюдение. По словам девушки, это уже не первый случай вандализма. В парке уже пострадала одна лавочка, но ее быстро восстановили. А с еще одной проблемой. Когда машина разъезжает по пешеходным дорожкам, люди борются лично. Так Софья сама подходит к автомобилистам и предупреждает о последствиях такого поведения. За зиму горожане должны привыкнуть к новому облику парка, ведь на следующий год преображения будут еще масштабнее. На следующий год будет второй этап запланированного благоустройства. Где уже будет ремонтироваться инфраструктура парка, будут велодорожки, и также пешеходные маршруты, которые транзитные, и для спортсменов сделаны. А в будущем в парке сделают детские спортивные площадки, установят туалетные кабинки. Добавим, что в начале следующего года у юбилейного должен появиться управляющий, который будет следить за его состоянием. Улучшить качество питания в школах, повысить стипендии студентам, помогать мобилизованным и их семьям. Такие задачи поставила на грядущий год партия «Справедливая Россия за правду» в Алтайском крае. На отчетной конференции ее представители подвели итоги выборов в руководящие органы регионального отделения. Председателем Совета «Справедливой России за правду» в Алтайском крае был вновь единогласно избран Александр Терентьев. Александр Терентьев уже более 16 лет бессменный лидер партии «Справедливая Россия за правду» в Алтайском крае. И сегодня на конференции регионального отделения партийцы вновь доверили ему этот пост. Мы сегодня одна команда. Мы все граждане России. И мы сегодня все члены партии «Справедливая Россия». Вот так нам каждому нужно к этому подходить. Руководитель подвел итоги нескольких лет работы партии. Были и неудачи, и успехи. Но в целом «Справедливая Россия за правду» остается действующей политической силой, главная задача которой – помогать людям и делать жизнь более справедливой. Езжу много по краю, получаю массу обращений. Что-то удается помочь, что-то нет. Но ни от одного человека не слышал, что везде все хорошо. В ужасном состоянии самое главное – это жилье наших граждан. В ужасном состоянии наша система образования. Вопросов много. А это мы, это люди. Это отношение к нам, к людям. Вот с этим всем необходимо бороться, необходимо строить. Руководитель поделился и приоритетными задачами партии на ближайшие годы. Это улучшение качества питания в школьных столовых, повышение стипендий студентам, увеличение льгот многодетным семьям. Планируют помогать иммобилизованным, а также их семьям. Для этого партия уже создала волонтерскую организацию. Акцент сделают и на усиление партийной структуры в Алтайском крае. Особое внимание будет уделяться крупнейшим городам региона – Барнаулу, Бийску и Рубцовску. Помимо этого, справоросы уже активно ведут подготовку к следующему крупному политическому событию – выборам губернатора в 2023 году. Мария Мацайв, Александр Антропов. День с толком. Удивляет своими поступками, говорят люди, давно знакомые с барнаульцем Геннадием Долгополовым. И удивляет исключительно в хорошем смысле. Уже 15 лет мужчина высаживает деревья в Мизюлинской роще и не просто высаживает, а все эти годы ухаживает за ними и оберегает. Свою затею не оставил и после того, как роща преобразилась после реконструкции. С неравнодушным человеком познакомилась наша съемочная группа. Видите, у сосен уже ограждений нет. Все, они вырастут до того состояния, когда их защищать не надо. Они сами стоят хорошо. Чтобы эти сосны стояли хорошо, Геннадий в свое время приложил максимум усилий. Рассказывает, лет 15 назад не смог мириться с бардаком, который был по соседству с домом. Убрал бурелом, выкосил траву и посадил первые сосенки, а затем и елочки. Годами поливал, ухаживал, оберегал от рук людей. Ведь посадить это полдела, поэтому к тем, кто вдруг проявляет такое желание, относятся настороженно. Приходили молодые люди, спрашивали, когда я этим уже решительно занимался, они приходили. Ой, мы хотим дерево посадить. Ну, видно, ребенка родили, дом построили, пришли. Мы хотим дерево посадить. Вы хотите посадить? А вы готовы поливать его, приходить? Вы готовы защитить его, огородить? Тишина. И они плавно растворились. Деревья Геннадия в большей степени прижились. А он сам, даже переехав, продолжает благоустраивать Мизюлинскую рощу. К слову, ни одно дерево, высаженное Долгополовым при ее реконструкции, не пострадало. Честно говоря, вот я ему удивляюсь. Это вот самый удивительный на моей истории человек, который вот 12 лет высаживает вот здесь вот деревья. Находятся люди, которые это ломают, а он упорно продолжает это все равно высаживать. Конечно, когда за Мизюлинскую взялись, деревья начали высаживать масштабно. В общей сложности посадили 205. Но, как и говорил Геннадий Долгополов, без ухода нет результата. Какие-то они прижились по той или иной причине. Их сейчас надо на следующий уже год выявлять, такие деревья, и должны пересадка. Хотелось бы, оперативнее это все происходило. Но это поможет только при условии, что это все-таки дадут на баланс. И будет уже тот орган, с которым можно что-то будет спросить. Речь об администрации индустриального района. Общественники надеются, что тогда и люди, которые уже не впервые обесточивают половину парка, а он частично погружается во тьму, перестанут делать это безнаказанно. Да уже замерзло. Придется сначала вот так подолбить. А глубоко надо? Ну надо глубоко. Надо, чтобы удалить все корни отсюда. Наш герой, несмотря на погоду, сегодня снова в роще. Говорит, самое время высаживать дубы. Теперь именно этими деревьями украшает Мизюлинскую. Высадил уже целую аллею. Какие у вас мечты, что касается ближайшие годы? Что вы хотите, чтобы что-то тут изменилось? Или пусть будет так, как и есть? Что-то мечтаете еще посадить здесь, как-то украсить? Уже места мало осталось, где можно что-то посадить. Куда-то в другое место будете перебираться? Нет. Здесь еще столько, зачем надо преследить за елочками, поухаживать надо, вырастить их. Сколько деревьев, благодаря Геннадию, выросли в рощи, уже не сосчитать. Да он и не пытается. Хочет только, чтобы люди были добрее и не губили хвойные и лиственные, не ломали скамейки, а исключительно наслаждались природой и благоустройством рощи в любое время года. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, День с толком. А у меня на этом все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке и в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова